лайк подписка бубенцы пиши под этим видео столько комментариев сколько новых хорроров ты хотел бы увидеть на канале бла 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 всем огромнейший привет уважаемые друзья зрители и подписчики моего канала меня зовут евгений нули матриц если кому-то так удобнее мы продолжаем записывать зайчика и собственно говоря у нас вторая серия время 6 утра полет нормальный не знаю выложил я первую серию еще или нет конечно нет она же еще рендерится о чем я говорю как я могу ее выложить что ж мы продолжаем если вы не хотите пропустить очередные видео по данной игре и другим играм кстати все все абсолютно все выборы в этом эпизоде мы сделаем не хотите пропустить обязательно подпишитесь да заходите в группу там будет раздача зайчиков даже если она еще не началась то она будет она сто процентов будет что же ребятушки продолжаем потихонечку с вас лайкосик с меня видосик нас ждет ромка и бяша которые караулят нас у расписание и я в тебе не ошибся тошек да еще бы мы же вообще молодцы пацан не спалил как мы чуть было свинью не забили ой 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 вот заявление это повело бы милицию по ложному следу наверное а вы точно не имеете отношение к исчезновению не 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 конечно нет свин семена мы-то нет а вот ты очки где взял фраерок помнишь как срулил от нас в потемках ага я так и говорю очкарик зверь ну ладно хорошо будем значит в это верить в натуре нагнал и кухня луна они так и думают но я ж говорю дня они очки положили не они и никакая блять не сова однако мы тебе верим а ты нам отвечаю дуб даю вон два стуки дал ромка серьезно взглянул мне в глаза так что стало неловко и я закивал красавчик да с новым годом кстати ребят с наступившим или соступающим в зависимости от того когда вы смотрите данное видео с новым годом ромка серьезно белыми глаза ты же стал неловко и закивал вот и славненькая ромка понизил тонус подозрением оглядел коридор дети поглядывали на нас шепотом переговаривались что все мы пропал это правда как и факт что не просто пропал а скорее всего уже сдох какую добрый бешен нервно передернулся объяснение здесь такие случаи не впервой думаешь сенечка вовы этот и сема в нарнию попали откуда вы знаете про нарнию в то время да разобистовывать и нарния гораздо позже по моему было посидят в лесу с карамелькой за щекой и назад пришли за щекой ясно же кто их к себе прибрал неужели черный манечелло манечелло полять я буду пацаны это все местные чикатилло но там не чикатилло на вычислен другой кто он такой ну а видео по теории с черным гаражом у меня есть теория кто именно это был слушайте пока тихонов лекции читал я в его папку тайком заглянул обратите внимание моделька бяши просто-напросто перевернута в зеркальном отражении для того чтобы не рисовать как он с плеча на плечо так переминается просто вот так вот зеркально повернули модельку и поэтому текст в другую сторону халтура халтура бяш присвистнул там лежала кое-что печатка семина печатка я ее того прихватил так ты не отдал что ли я воровата огляделся затем аккуратно показал украденный перстень я думал он отдал ее сериал был такой мне чего неплохой кстати видите надпись у бяша в зеркальном отображении рома информация не впечатлила он лишь мрачно кивнул с гаражом черно бяшу словно ударили под дых он отшатнулся рукой заслонил лицо бляха ромка закатил глаза и выругался пять двадцать пять ну спокойно братан спокойно ща его кипиш накроет бешет ты же встречал черный гараж раньше не раскачивай эту тему братан ты даже заглянул в него буретенка била крупная дрожь словно его ноги выбросили на стужу и каждый мой последующий вопрос окатывал его как из ведра ромка заслонил приятеля грудью явно недовольны моим допросом забудь ничего он тебе толком не скажет бяши каждый раз мозг на бекрень сворачивает только коснись этой темы коль ты теперь с нами и я тебе в первый в последний раз рассказываю я ромка заговорчески склонился ко мне брезгливо сморщился и словно нехотя возвращаясь к воспоминаниям зашептал мы с пацанами от нефиг делать черной магией баловались хотели как обычно призвать пиковую даму там или над духом пушкина постебаться туда сих а вышла брат совсем не весело один старый чудил рассказал что мы можем призвать настоящего духа если нарушим один строжайший запрет и ну ка ну ка ну ка ну ка у меня по этому поводу тоже была теория черт а я ведь сразу просек что уебнутый что-то у меня аж мураши пошли смотри какие крупные шерсть прям стала дыбарем пойти за гаражи глубокой ночью постучать самый-самый черный мать его так мол явится это черная параша и всех детей заберет в лучший из миров охереть не встать оттяна тихуй в томатной пасте у меня была маленькая другая теория по этому поводу но это тоже нехуеленько ну совпадение чувак ну серьезного там про настоящий маньяк завелся беша обхватил голову руками и протяжно замычал а когда беша тест на пацана проходил то должен был в этот гараж постучать но это хитрое морда просто туда заглянул и правильно сделал он от ужаса тогда так заорал что слезы брызнули нашел по ходу маньяческий гараж тот в котором происходили маньяковские вот эти штуки я такой истерики отродясь не видел явно там не обещанная райская куча была с тех пор черный гараж по нашим закоулкам шарится и нормальных пацанов жрет что же делать вместе держаться муравьев муравьев мы придем трансформеры ёпта неожиданно дошедший от шока беша промемлил это так-то на ну считаем и покалеченный вальтрон но так себе перспективка честно говоря он кивнул мне совсем по взрослому его глаза были полны тревоги и грусти ладно раз все мы больше нет айда с нами айда дело одно есть постоишь для вида покараулишь на стреле уже боятся на тассе постоишь ох блудняк вы меня пацаны тяните в блудняк меня боятся и хотя это не укладывалось в голове меня разбодрило их отношения я тут же согласился я шел за ромкой бяши по сумочным туннелям школы дегустируя совершенно новое чувство все дозволенности и музычка такая еще прям знаете из таких боевичков 90-х мы шагали картинно будто герои какого-то криминального фильма во я ж говорю словно только мы втроем обладали некой информацией недоступной всем прочим не знаю пошел бы я с ними если мне сразу объяснили цель компании мы затаились в темноте у спортзала ребята начали потирать костяшки глядя на выходящих из раздевалки мальчиков наконец бяши ткнул пальцем в кого-то из толпы амерлах это с твоей щемить лохоту пошли его не одобряю осуждаю такие забиты вот эти вот уже ютубом слова не одобряю осуждаю не знаю даже как по-другому выразиться тоже теперь ромка опасно за улыбался и кинул прокуренным голос крикнул активом прокуренным голосом стой на стрёме и если кто из училок объявится дай знать я стал на углу переполнены самыми разными мыслями и чувствами закутки позади ромка переговаривался с пятиклассником я такого выражения не знаю школе не слышал мальчик его не хныкал что-то доказываю но ромка гнул свою линию заболество бронясь а бяша лишь изредка под подгавкивал почему не поддакивал подгавкивал похвалил бы меня папа за то что я связался с ними товарищи вышли из-за кутка лампочка озарилов аппарат в руке ромки ни хера себе полароид а какой олень и вообще с собой в школу полароид потащил в че ёбнули что меня бы предки не знаю у меня это же ценность дикая в девяностые вы чё полароид теперь твой ромка безразлично тряхнул черным чудом техники со складной вспышкой тюрьмой тюрьмой это прошлое один должник велик торчал за свой гнилый базар нет у него велосипеда вот расплатился фотиком понятная схема честно говоря и в хер не впился понятная схема парня была жалко но все плохие мысли растворялись при взгляде на желанную камеру я живо представил как понравился бы оле полароид как я фотографировал бы сестру маму отца а тебе вот просто мысль в голову не приходит что у тебя родители по любому спросят ты где сыночка сраная его взял блять потому что но это же это это огромная ценно серьезно ребят вот кто из то кто кто из вот поколения после после двухтысячных то я вам просто поясняю что полароид по ценности по ценности так вот наверное знаете был как ну такой неплохой ноутбук сейчас то есть если бы вы допустим пришли домой у вас там допустим был какой-нибудь кнопочный телефон а вы пришли домой с айфончиком может не с последней моделью конечно но с таким с айфончиком неплохим в чехольчике родители наверное спросили где ты взял его сыночка страна образы неспешно поступают на твердой карточке будто из тумана выплывают родные лица и полина тоже щелкнул бы тогда у меня была бы фотография чтобы мастурбировать хранилась бы в ящике под замком раз он тебе не нужен можешь мне его отдать ой че не будет не надо но ты же потом будешь это же будет ой это же будет в общем это будет удела улика по делу удела удела полику улика подел у меня 6 утра если что рома смирил меня взглядом и снова стал тем ромку с которым я столкнулся вчера коварным наслежали насмешливого за да ёб твою мать вожаком хищной стаи дошла город размять рот надо размять я болеть не все размял ты извини братан но я вещами просто так не разбрасываюсь могу ломбард загнать ну или разыграть во что-нибудь только он сказал об игре как мне почему-то вспомнилась алиса я посмотрел на поларой давай с тобой на него сыграем только во что бяша просто в кулак ну пиздец все понеслась в карты давайте я течу пидор с пацанов штаны снимать красавчик уважаю рома посмотрел на меня сверху вниз на что играть собрался у тебя хоть бабки есть я медленно вывернул содержимое брюк в слабой надежде наскрести хотя бы какой-то мелочи на завтрак в кармане что зашуршало я выдел из штанов тот самый вкладыш с мерседесом что получил благодаря алисе да слушайте а это чё это я вкладыш взял то есть при когда прощелкивал эпизод это видимо за биндилась как-то не видимо я машинально сунул его туда когда он вылетел из рюкзака со всеми тетрадями а на вкладыши играете у бяша округлились глаза стоило поднести картинку с машины поближе а вот ромка даже броди не повел хочешь чтобы я целый фотик за какой-то там фантик отдал логично это же осень очень ценный вкладыш до жвачки этой рубль цена в полароде кассета еще целая это да ой у меня таких вкладышей жопой жуй на кой мне еще мерседес бэнс на и вот она вы не хватало ромать ху блин ха ха ромка сплюнул под ноги и отвесил бяша подзатыльник ну ты и трепло брак теперь он за него цену до небес взвинтил ебать ебать о как я и подозревал такой автомобиль был ценным пополнением любого коллекционера жвачки turbo конечно так на что будем играть в жопу простите в карты ой блядь но это в рамс конечно в ножички в ножички можно я в ножички хорошо играл только только подожди а где ты будешь играть в ножички если у вас зима и я не заметил в руке бяж появился засаленная и наверняка крапленая колода карта ромка прям перед носом мастерски крутанул бабочкой да и бабочке хуё выиграть ножички это нереально играть по их правилам совершенно не хотелось поэтому давайте поиграем в шахматы а давайте в камень ножницы о тоже отлично это не риск это просчет сынок ну что мой полароид против твоего мерса погнали бракан ох ты нихера серьезно прям вот так ромка антон для начала выберем камень теперь он думает что я выкинул ножницы и положит бумагу вот а я положу камень погнали стопы стопы у нас принято до трех побед играть раньше сказать не пойму я че ты хмуришься так один раз уже выиграл преимущество на твоей стороне не сейчас по скрипту мы проебем так теперь он выкинет скорее всего блять ладно давайте я бумагу выберу бумага так значит камень красавчик так ну и давайте теперь попробуем я выкинул ножницы все есть обсосись ромка блять я с подозрением взглянул на оппонента я выиграл или теперь мне нужно еще и бяшу обыграть ромка что-то буркнул под нос мне показалось что он откажется выполнять условия пошлет меня куда подальше ромка неохотно сдался а вот это я вот это я красавчик а я же говорил никакого везения только точный расчет ребятушки если хотите я научу вас сыграть но как-нибудь в другой раз ромка неохотно сдался везучий ты сука держи только писюн свой не фоткай а чё дикпики вообще мое любимое почему нет ты у нас полине послал такой в конверте в анонимном конверте и анонимный здесь нет слова анонизм на самом деле ой я взвесил на ладони полароид и понял что усмехаясь как настоящий победитель красавчик вы ли только дикпик свой не фотой семь дней миновалось того дня как лейтенант навещал класс на первый взгляд все осталось так же какая музыка классная вообще лес по-прежнему протягивал к поселку свои крючковатые лапы а ветер ночами взметал белые флаги пороша родители приглушенно спорили в спальне а я включал мультики погромче и подсаживался к оле фотографии вова и семена чернели на доске да и круглолицая круглолицая сенечка вернулась до не вернулась домой да что ж такое то но что то все же поменялось на лицах одноклассников читались переменные они оттягивали карман подаренным яблоком испарилась враждебность школа больше не пугала меня а главное чья-то тень проскользнула по столу оставив таинственную записку я бросил взгляд в проем между партами но последнего и след простыл от кого это записка что мог скрывать в себе этот аккуратно вырванный и сложенный листок аккуратно вырванный это о многом говорит очередные угрозы и унижение или все-таки я взял листочек и осторожно вдохнул льющийся аромат ну конечно конечно же это сирень и крыжовник ежевика жду тебя в тупичке у развилки приходи один угадайте кто это внутри красивым почерком было выведено жду тебя в тупичке у раздевалки господи приходи один мне показалось у развилки зрение не очень опьяненный призыв у меня тут же сорвался с места то и дело оглядываясь не увязался ли кто за мной задумавшись я не заметил что уже почти бегу заскакивая за поворот и тут же наткнулся на кого-то в темном запутке ой ой как диковинная птица полетела к моим ногам зеленая тетрадка полина преувеличенно возмутилась все понеслось боюсь будут муки выбора поэтому потому что нам теперь уже как бы благословность проявляет полина но мы-то выбрали с вами алису а вот что теперь делать ребятки ну-ка пишите в комментариях теперь что делать уже я не знаю что при этом делать то ли выбирать полину то ли выбирать алису давайте останавливаемся делаем паузу пауза блять и пишешь в комментариях что делать ей понятия не имею что теперь делать я поправил очки и собственная близорукость словно бы перестала смущать наклонился подобрал тетрадку прости я так торопился ты меня ждала что случилось полина внимательно меня смотрел и и пощелкала языком знаешь на что ты похож на картошку почему на что же говно глубокомысленно вот это вот с джазом и я заморгал озадаченно это как для меня все люди с чем-то ассоциируется и для меня но не с музыкой у меня в основном это какие-то запахи и ароматы в основном в основном тут не то что как от человека пахнет такая ассоциация идет то есть также как вообще с кухней вот со всей этой бедой бывают люди гитарные соло или барабанный бой или военный марш как наша лилия павловна ты такой задумчивый таинственный иногда немного печальный это я почему импровизация пушки ахер знает что-то ждать сынок а это когда слушатели не догадывается куда свернет мелодия какой темп возьмет конечно все не все сказанное полиной дошло до меня но я не мог оторваться от ее улыбки легкой как дуновение майского ветерка и от глаз голубых и глубоких чтобы распознать в тебе музыку нужен опыт и вкус это не какая-то там эстрада я наверное вообще не знаю что такое этот блюз а давай тебе сыграю приходи ко мне а когда нет никого дома полина ухнула нахмурилась и от чего-то стало еще красивее не произноси при мне такие слова я тебе обязательно дам кассету можно было на слове дома становится раньше мне дедушка из города столько музыки привозил и джаз и свинг-пати сейчас у меня все повернет в другую сторону извините я испорченный старый испорченный мудак это я да это мы еще совсем маленькой пыталась на бумаге записать звуки природы пине дождя леса фигасе это как мне бы твои уши а мне бы твои глаза очкастая я напрягся тревожить что она подтрунивает но полина качнула головой да да я серьезно у тебя глаза художника смотришь на вещи и фиксируешь их я так не умею опаньки мимо прошагала катя со своим фирменным морозным взглядом тварь мы нырнули в тень стараясь его избежать теперь понимаешь почему мы тут прячемся вот из-за таких как она какофония блять пепела не знаю что вот можно что давайте подумаем что можно в нее вложить барабан блять стучит потому что скрип несмазанных дверных петель какофония короче да знаешь такой мерзкий диск вот этот я захикал прикрыв рот катя конечно не слышала нашего перешёптывания вдруг неодобрительно покосилась через плечо а потом лишь ухмыкнула и ушла восвоясь ой чую она будет не будет никого рута катя короче будет просто ладно все не буду спойлерить но я я по моему уже догадался что будет я же вспомнил про тетрадь которую так и сжимал в руке повертел ее только для друзей а так это анкета анкета вместо названия предмета на обложке были выведены имя и фамилия хозяйки и слова только для друзей любопытный варваре кое-что оторвали ха-ха прости это анкета да это анкета заполнил когда-нибудь ой сколько я их перезаполнял в свое время ух я соврал что да на деле же одноклассницы из моей старой школы никогда не просили меня заполнить анкету это было довольно обидно развлечение конечно девчачье просто список стандартных вопросов про любимых актеров и любимые цвета но доверить кому-то такую тетрадку считалось показателем дружбы это был по сути просто тупой сбор информации о чем вы говорите просто все эти одноклассницы таким образом собирали о тебе информацию и потом владея данной информацией могли кому-то что-нибудь нашептать такие как катя допустим и иногда чего-то большего о чем раньше я имел смутные представления хочешь заполни мою ути-пути ути-пути сердце участило свой бег хочу спасибо полина хитро хихикнула а хотя там же столько секретов наверное лучше тебе не знать о чем мы девочки думаем ути-пути она потянулась к тетрадке играя со мной я перебросил находку в другую руку полина попыталась пресечь мой маневр ее волосы на миг коснулись моего лица шелковистая прядь защекотала нос я ощутил запах и весь мир стал этим ароматом душистым манящим живым запомнить бы его украсть голова пошла кругом но я собирался и сказал подражая интонациям лейтенанта Тихонова ваша анкета является важнейшей уликой и я вынужден временно изъять ее для изучения ух ты да что ты антошка в себя поверил полина приоткрыла округлившийся в притворном ужасе рот и что мне грозит за сокрытие улик уася наказать блядь за почему я такой испорченный следствие покажет это да сдаюсь товарищ милиционер ой 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 только обещайте ничего не читать конечно нет здесь содержатся секретные сведения боюсь что мне все таки придется выяснить не влюблен ли кто в гражданина Петрова моюсь а спа а а А, такой себе. Ее шепот был горячим, как расплавленное на сковородке масло. Тогда поклянитесь, что не станете разглашать информацию. Честная милицейская. А теперь, Антоша, самое время поторопиться. Да вот это да! Так, ребятушки, ну давайте-ка дальше мы пойдем уже с вами в следующей серии. Потому что мне необходимо данное видео отрендерить и выложить как можно скорее. Вы же, если не хотите пропустить очередные видео по данной игре и другим играм, обязательно подписывайтесь на канал, проставляйте ваши лайкосики, оставляйте комментарии, заходите в группу. Розыгрыш ключей вот-вот начнется, я все для этого сделаю. Ну а я на данный момент с вами прощаюсь. С вами был Евгений Элематрикс. Всем пока-пока, еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok